То ли делать, то ли не делать, то ли делать, то ли не делать. А делать, конечно, неохота, потому что это лишнее денег. А лишних денег не бывает, особенно сейчас. Так, всем добрый день. Сегодня будем менять датчик скорости входного вала. Ещё есть у нас выходного вала. Название тоже по-разному. Просто датчик скорости. Датчик входного, выходного вала. Кто как. Этот датчик установлен на Kia Sorento BL, как на бензиновой, дизельной. Также такой датчик встречается на Hyundai Starks, не Grand Starks, Starks полноприводный. Hyundai Tarracan, Hyundai Galoper, вот, и даже есть на Kia Bongo полноприводный. То есть везде, где есть полнопривод, на всех корейцах он встречается. На данный момент мы будем менять на Kia Sorento BL. Дизель у нас дизельная, восьмой год. Такой датчик устанавливается только на раздатках ТОТ, вот, потому что на более старой версии там стоит всего один входного вала, и он выглядит по-другому. Там есть длинный и короткий, длинный, с длинным проводом. Это у нас входного вала, то есть основной, заднего кардана, и выходного вала. Симптомы. Как правило, это могут быть подергивания, когда мы выворачиваем руль, сдаем назад, паркуемся, или просто выворачиваем вперед, едем. Это может загораться ESP, это могут быть толчки, непонятные симптомы. Первое, вы можете думать, что это даже коробка автомата или что-то кардан, а по факту, это вот эта штучка будет неправильно считывать и баловаться. Значит, дело в том, что не тормозит на повороте, вот, как бы проскальзывает, вот такое, на сухом асфальте такое, такое чувство, как будто, скажем, чуть бы на ваварию не попал. Вот, это прямо вот, около асфальки, поэтому я сразу, как бы, почувствовал, что отменяет. Вот, сделали диагностику, проверили наличие качества масла в раздатке. Масло было в норме, но было плоховатое. Масло заменили, в целом раздатка все работает, тоже все проверили, все хорошо, но вот иногда балуется вот этот датчик. Иногда. Смотрите, причиной может быть как неисправность самого датчика, то есть здесь у нас холод, так и может быть причиной, может быть, он лопнул и туда попало масло, то есть при съеме. А может быть, здесь есть стружка, то есть налет, грязь. Иногда, крайне-крайне редко, но это бывает, работает такое, что прозваниваем датчик отсюда. Я, допустим, прозваниваю до снятия раздатки, смотрю, что датчик показывает ниже, чем положено. Потом я снимаю, удаляю всю эту стружечку, все чистю, мою, снова измеряю, и он работает прекрасно. Но, есть одно но. Если этот датчик никогда оттуда не снимался, скорее всего, в целом вы оттуда его не снимите. Вот. Они, 99%, он, к сожалению, не снимается, раскалывается. Как только мы пытаемся его поддеть, он сразу раскалывается. И ВДшкой чистил, и брызгал, и что я только не делал, но он не вытаскивается. Были случаи, да, может быть, там один из десяти я вытаскивал. Но здесь сделали сразу диагностику, все проверили. Он нам четко указал, что это датчик скорости развалился. И сейчас мы его будем менять. Ну вот датчик. Сейчас надо будет разобрать эту гофру. Новый снова туда заправить, все зачехлить, все как положено. А вот с другой стороны у нас выходной вал. Он тоже ломается, но крайне редко. Можно, конечно, карданы отодвинуть в сторону, но это неудобно немножко. Я человек не ленивый, ничего страшного. Откручу. Тем более, когда в руках гайковерт. А если у вас, допустим, там нет такой возможности, то согласен. Я бы и сам, допустим, если где-то делаем на яме, я бы и сам не стал за него отворачивать. Опять же, чтобы более была красочная картина, чтобы кардан не мешал обзору, мы вот его вот так сейчас разберем, вот он, чтобы все было видно. Сейчас отковорачиваем фланец здесь на 30. Сальничек сухой. Менять здесь не будем. То есть, если, к примеру, сальник поменять первичного вала, то вот делаем то же самое процедуру. И вот он сальничек у нас. Вот он наш датчик. Теперь его выворачиваем. Так как здесь полный привод постоянный, когда датчик выходит в строю, люди при поворотах или чего-то ощущают дискомфорт. То есть, она неадекватно себя ведет. Вот здесь такая защелочка. Щелк. Щелк. Вот, вытаскиваем ее. Гребенка такая небольшая. Так, хватаем бокорезы и отщелкиваем на гофре. Так, еще вот здесь у нас надо отогнуть. Ди стяжечки еще щелкивают. А у этого датчика, у него, он, как правило, дает ошибку по полному приводу. Именно по БС он дает ошибку, что нет связи с полным приводом. Отверточку берем и вытаскиваем в зелененький. Вот так разворачиваем. Вот он у нас. Здесь надо туда раз, там усик. Чик. Оп, готово. Так, здесь убеждаемся, что здесь усик хорошо отогнулся, чтобы он зафиксировался. Все тут в порядке. Ну, то есть, чтобы не выдумывать ничего там, никаких схем или чего-то. Просто вот один вытащили, другой вставили. То есть, и все. Никаких проблем тут вообще нет. Не вижу. Зачем изобретать велосипед? И последний. Все, готово. Так, 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 так. Там тоже вы не перепутаете пин. Там свой заход. Гребеночку фиксацию сразу вставляем назад. Герметико мы не будем его мазать. Сейчас там вытащим, отверстие почистим. И на литурчик он прям туда раз и зайдет. Так, теперь здесь сразу надо более-менее по крайней мере, почистить еще кучу это место. Так, посмотрим, он вообще шевельнется. Вот, шевелится. То есть, он там упирается. И вот, когда мы его вот так вот дергаем, 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 он сейчас щелк и отвалится. Он довольно глубоко туда заходит на перекос. Что-то он больно так активно шевелится. Обычно так не происходит. Опаньки. И вот он. То есть, вот, налипает вот такая магнитика у нас внутри. Налипает. А еще бывает, вот он внутри вот здесь прям лопается вот эта заливка такая пластиковая. Лопается, туда попадает масло. Он перестает работать. То работает, то не работает. То работает, то не работает. И это всегда опаснее, чем лучше сразу посломалось. И все. Тогда же понятно, что делать. А то вроде то ли делать, то ли не делать. То ли делать, то ли не делать. А делать, конечно, неохоту, потому что лишних денег не бывает. Особенно сейчас. Так, Владик свети. Щеточка я почистил. Вот прям прекрасно блестит. Что там у нас коррозии нет? Ничего нет. Алексей Дочек прекрасный сядет на место без всяких проблем. Так, Литольчик. Литольчик это как? Это дорога в жизнь. Резиночка новенькая, туговатенькая. Все. Вот здесь специально так сделаны дорожечки. Стяжки надо поставить. Прям на самом начале, где она может соскочить. Через каждые сантиметров десять. В принципе, как было. Датчик скорости тоже вы не перепутаете здесь. Есть свой паз. Который невозможно перепутать. Разъемы, конечно, хорошие и надежные здесь. В плане того, что они никогда не окисляются здесь. На раздатке никогда не сталкивались, чтобы они сгнили там или что-то отвалилось. Вот такая резиночка-сальничек. Иногда она бывает порвана плохого качества, когда вы снимаете. Можно в крайнем случае герметиком, либо подобрать какое-нибудь круглое колечко. Не именно в виде шайбы, а просто резиновое. Гаечко. Готово. До упора. Можно не бояться. Нам надо застопорить. Готово. А с чем мы приехали? А, приехали, кстати, сказали, Снимите псевдопривод. Мы сделаем фото. Купим. Поставьте его обратно. Мы его купим. Приедем. Поставите новый. Я говорю, подождите. В чем проблема? Я говорю, подождите. Я говорю, при чем здесь псевдопривод? Ну, типа ИСП, говорите. Я говорю, ну так псевдопривод-то при чем? И в итоге обговорили, что скоро посмотрим. А потом будем уже резать на корню. Вот. Как выяснилось, псевдопривод прекрасно работает. То есть все отрабатывает, все прекрасно. А выявилась как раз у нас неправильная работа и ошибка по датчику. Да. Выходного. Вот здесь вот еще раз. Тысячный, многотысячный раз. Вот отец приехал и первое, что он сказал нам. Это редчайший случай в моей практике. Приехал и сказал, в первую очередь мне отшприцевать. Вот как надо то и сделать. Люди... Это про меня? Да. Это я про вас. Спасибо. Потому что обладатели полного привода даже не имеют понятия, что у них есть полный привод, кардан, что-то надо что-то мазать. И только лишь когда кардан разваливается и им объявляют 40 тысяч за кардан, они говорят, так как это так-то? Я же вроде все хорошо было. Ну да, хорошо. Да. Дело в том, что вот когда разбивается именно шлицевая, его уже практически спасти невозможно. Либо его отдавать на ремонт за очень и очень дорогие деньги. И непонятно, как пройдет этот ремонт. По воле случая, да, я стал случайно обладателем вот такой же Киевс Соренто. Да? Я вас поздравляю. 2008 года черненько он там стоит. Я вас поздравляю. Да. Денег на него. Не, ну, готовьте бабки. Так вот, я для себя решил. Я уже снял, перебрал двигатель сам все. Перебрал раздачную коробку, отремонтировал все карданы. Мы, может, поменяем? Я в 9-й год, а вы мне в 8-й. А у меня все сделано. Можно. Можно. Так. Ну что, датчик сменили. Все сейчас будет работать как положено. Что я вам скажу? А скажу я вам следующее. Не делайте поспешных выводов. Вот машина вчерашнего дня. Вчера датчика не было в наличии. Заказали. То есть, тоже посмотрели вроде бы. Насмотрелись YouTube. Насмотрелись, начитались форумов. И горяча приехали сменивать. То, что не сменивается, это первое. И второе. Этот псевдопривод, он стоит от 15 до 20 тысяч. То есть, довольно дорогая и бесполезная покупка. Вот рядом еще у нас BL висит. Это тоже ремонт раздачной коробки. Как выяснилось, нужно было что-то тут глобальное сделать, отремонтировать. Опять же, сделали диагностику. Выяснили, что здесь люди переделали на супер тот уже с платой. То есть, с отключением переднего. То есть, ездят на заднем. То есть, не всегда полный. Выяснилось, что надо было нажать эту кнопочку. Ну, там подтекали сальники. Мы сняли раздатку, все разобрали. Вот. Сейчас заменим цепь. Потому что при резком ускорении била она у нас. Дергала. Меняем цепь, сальники, масло и т.д. Ну и, в принципе, все. То есть, опять же, я говорю, тут были готовы на какие-то непонятные деньги все это делать. Выяснилось, что все в порядке. То есть, и по валам, везде по раздатке. То есть, внутри по корпусу все в порядке. Так, ну все. Вот, в принципе, закончили наше очередное видео. Если сломалось ваше авто, ждем вас. Добро пожаловать. Все, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.